Девчонки, всем привет! Если вы открыли это видео, значит вы подготавливаетесь к Новому году и я буду вам помогать. Как помогу, я не знаю, но по крайней мере я очень постараюсь. И снимаю я это видео не одна, а с одной очаровательной девушкой. Её зовут Татьяна и она начинающий блогер. Очень интересная девушка, она также мамочка. Поэтому у неё на канале есть видео и о материнстве, и, конечно же, о красоте. Поэтому обязательно после просмотра моего видео переходите к ней на канал, я оставляю внизу ссылочку, и посмотрите её видео. Кстати, она для вас подготовила очень уютный домашний образ встречи Нового года, поэтому обязательно переходите и смотрите её видео. Итак, приступим! Лицо у меня уже подготовленное, как крем для лица и праймер. Использовать можно любой, у меня в данном случае от Maybelline. Мне он очень нравится. Почему он нужен? Он выравнивает тон кожи и он дольше и лучше держит макияж. Макияж у меня будет яркий, потому что мы с Танюшей договорились. Она делает домашний, спокойный. Я делаю яркий для вечеринки. Я хочу использовать 24 часа от Maybelline. Это кремовые тени, и они у меня тут есть в золоте и есть в серебре. Я сейчас до последнего не знаю, какой я буду использовать, потому что до сих пор не определилась. Я склоняюсь, наверное, ближе к золоту. Почему? Ну, потому что год петуха. Петушок-петушок, золотой гребешок, да? И я ещё не знаю, какое будет на мне платье. Кстати, я вам покажу. Я выбирала среди этих платьев, ну, очень-очень долго, очень нудно. Я не знала, какое, ну, выбрать, определить, вот, какое лучше всего. У меня два варианта. Или это будет красное, или будет чёрное. В конце видео вы увидите, какое я всё же выберу. Поэтому, не знаю, наверное, буду использовать золотые тени. А серебряные буду использовать в каком-то другом видео. Вам покажу, как они наносятся, и какой макияж можно сделать с помощью серебра. Итак, прекращаю болтать. Наконец-то начну окраситься. Использовать буду тональную основу, матирующую, от Luxe Visage, это Белоруссия, и Beauty Blender. Итак, тональное средство нанесли, выровняли тон, и сейчас я ещё буду использовать под глазки. У меня тут есть такой стик LR Deluxe, и мне надо спрятать мои неровности, мои разные точечки в виде веснушек, пигментных пятен и синяков под глазами. Вот. Распределяю это всё пальчиком. Также можно это сделать с помощью бьюти-блендера. Тональную основу закрепляем пудрой. У меня пудра Vepera. Она такая слегка как рисовая. Теперь лицу придаём объём. Каким образом? С помощью румян. И, наконец-то, можно теперь мне использовать румяна с шиммером, потому что новогодняя ночь, и мы должны блистать. Конечно, не как новогодняя ёлка, и не должны мы переборщить с средствами косметики, которые с шиммером, но чуть-чуть всё-таки использовать можно румяна с шиммером. Поэтому я сначала использую обычные, а после слегонца пройдусь румяными с шиммером по скулам. И точно такие же в персиковом цвете. Они также с шиммером и без. Теперь берём тени. Я всё-таки выбрала золото. Они у меня новые, я ни разу не использовала их. Я знаю, что они ложатся хорошо, судя по отзывам. Но как лягут они мне навека, я не знаю. Кстати, девочки, это, наверное, совет. Такой хороший. Я ни разу его получала и на своём опыте убедилась. Если вы собираетесь краситься, то не используйте ничего нового. То есть использовать лучше уже продукты, которые вы знаете, что они вас не подведут. В данный момент это, естественно, видео. И если не получится, я буду переснимать, но я думаю, получится. Но если это новогодняя ночь, и вот вы садитесь краситься, и у вас есть определённое количество времени для макияжа, то не рискуйте, не экспериментируйте. Делайте уже то, что вы пробовали или тренировались ранее. Ну что, приступаем. Я беру плоскую кисточку и буду наносить на всю века. С самого уголка. Мне уже нравится. Ложатся они очень хорошо, но, естественно, они кремовые. Я захожу сюда в уголок специально. На всю века нанесли тени. Я скажу такое двухзначное, наверное. У меня чувство, я в какой-то мере ими довольна, в какой-то нет. Как они распределяются по веку, мне не совсем понравилось. Хотя, например, когда я делала свочи на руке, они очень ровно ложились. Сейчас я буду использовать чёрные тени. Вы можете использовать любой фирмы. Просто главное, чтобы они были хорошо пигментированы. Меняю кисточку и сейчас сделаю растушевку. Кстати, советую приобрести накладочки под глазки для того, чтобы тот продукт, который осыпается, он не оставался у вас под глазами, не было мешков, как у панды. Ну, я сейчас, конечно, справилась с помощью кисточки, но вообще желательно мне тоже такое приобрести, потому что очень хорошие. Надо на Алиэкспресс, наверное, поискать. Надо. Я хочу добавить акцент. Я часто использую это в своих макияжах. Это синий цвет, то есть синий любой карандаш и кисточка. Я использую как? Я набираю продукты на кисточку и прохожусь по нижнему веку. И сейчас пройдусь ещё вот по складочке. Та прямая линия, которая у нас получилась, её надо растушевать. Я беру жёсткую такую кисточку, растушевываю. Вот полуфабрикаты готов, но мне не хватает золота, поэтому я беру ватную палочку. С этими тенями просто так не справиться. Набираю продукта и запускаю его в уголок глаза. Ну а теперь дело за хайлайтером. Сильно жалеть его не надо, но и не переборщить. У меня фломар, и я буду использовать, конечно же, под бровь. Теперь у нас осталось туши и брови. Брови — это обрамление всего лица, поэтому с бровями надо постараться. Мне, в принципе, полегче, потому что у меня перманентный макияж на бровях, но я всё равно их обрамляю с помощью ещё карандаша и щёточки. Щёточкой расчёсываю. Карандашом красим. И, конечно же, использую стайлер, потому что стайлер будет держать наши брови на протяжении всей ночи. Ну и, конечно же, ресницы. Используйте самую любимую и самую проверенную тушь. У меня это от Maybelline, лиловая. Она меня ни разу не подводила, и в новогоднюю ночь, конечно же, тоже не подведёт. За глазами закончили. Теперь о губе. Помаду можете выбрать как ньюдовую, так и очень яркую. Я выбираю яркую. Я очень люблю красные бордовые оттенки. Ну вот, макияж и готов. Мне кажется, очень празднично и очень нарядно. Вопрос прически я не затрагивала, чтобы не затягивать видео. В принципе, можно как накрутить волосы, так и заплестись. И как вариант, я очень люблю такую прическу, и она выручает как в повседневной жизни, так и на праздники. Только если на праздники, то надо поднять выше, и можно даже чем-то украсить. Также, как вариант, может хорошо подойти диадема. Зависит от платья. А по поводу, кстати, нарядов платья, у меня было несколько вариантов. Как я вам уже говорила, выбрала я, естественно, одно. Для меня, наверное, оно самое-самое, и чуть скажу, оно из бархата. А мне в этом сезоне очень нравится бархат. Поэтому смотрите, что я мерила, и из чего я выбирала. Спасибо вам за просмотр, и, конечно же, обязательно переходите на канал Танюши, смотрите ее видео. Я очень была рада, и до новых видео, ваша Запорожская. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok